Здравствуйте! С вами Марина Романюк. В выпуске мы подведем итоги последней рабочей недели августа. Смотрите далее. Чистый воздух, ремонт дорог, развитие транспорта и благоустройство дворовых территорий. А также другие темы в рамках прямой линии с губернатором Николаем Любимовым. Расскажет Максим Васильев. 10 тысяч для пенсионеров. Как получить установленную президентом страны сумму, узнал Герман Вишин. Театральный сезон на носу. О премьере в ремонте и гастрольном плане директор театра драмы Семен Гречко. Чистый воздух, ремонт дорог, развитие транспорта и благоустройства дворовых территорий. Сегодня главная тема для рязанцев. Именно их поднимали жители города на прямой линии с губернатором области Николаем Любимовым. Мониторинг окружающей среды ведется постоянно. Автотрасс в этом году отремонтируют на 400 миллионов. А окончательный вариант схемы развития управления рязанского троллейбуса первое лицо региона пообещало озвучить в самое ближайшее время. Вопрос о чистоте воздуха первый, прозвучавший для губернатора в эфире телекомпании ТКР. Самый насущный о неприятном запахе и выбросах промышленных предприятий, то и дело, говорят сегодня в Рязани. Ответ губернатора получился интерактивным, с прямым включением из межведомственной комиссии. У нас создана межведомственная комиссия по экологической безопасности с участием и федералов, и муниципальных наших органов местного самоправления, и общественников. То есть туда входят все заинтересованные лица, кто так или иначе может проблему решать, может объяснить, собственно говоря, пути решения этого вопроса, вопроса чистоты воздуха. Вот сейчас, именно сейчас, это не запланировано было, но тем не менее, проходит как раз заседание такой межведомственной группы. И ее проводит наш Дмитрий Игоревич Филиппов, заместитель председателя правительства. Я думаю, что для того, чтобы сказать четко и абсолютно с основанием о том, что выработала эта группа, и как мы эту проблему будем решать, надо, наверное, предоставить ему слово. Никакой речи о бездействии не идется. Но об этом говорится и в количестве проверок, которые были проведены и лабораториями города, и лабораториями Минприроды, и лабораториями Росприрод и Роспотребнадзора. Соответственно, есть доказанные факты превышения определенных выбросов, есть доказанные факты превышения определенными предприятиями. Соответствующие штрафные санкции применены. Благоустройство дворов и общественных территорий – еще одна тема, которая волнует сегодня рязанцев. Существует много федеральных программ. Например, «Комфортная городская среда». По ней в Рязани проводили общее голосование, но самое простое и доступное – региональное. Поддержка местных инициатив. Там и дорогу в дворе можно отремонтировать, и какие-то очень нужные объекты построить, создать в междворовом, допустим, пространстве. Последнее в этом отношении, видя, что проблема действительно существует достаточно остро, особенно в городе Рязани. Мною было, соответственно, дано поручение выделить дополнительно в этом году для ремонта дворов рязанских еще 100 миллионов рублей с регионального бюджета для того, чтобы помочь в этом отношении городу, соответственно, жителям города. Новые школы в Рязани теперь не вопрос долгого времени. По прежней схеме финансирования строительства каждого такого здания растягивалось на 6-7 лет. Сейчас все будет иначе. Привлечены банки, большие российские банки к этой работе, чтобы как раз срок строительства школ приблизить к сегодняшнему дню. И мы сейчас уже выходим на такое вот концессионное соглашение, при котором и проектирование, и строительство будет осуществлять определенное выбранное правительством Российской Федерации, одобренное правительством Российской Федерации организация. Мы будем строить школы сегодня, расплачиваться за это строительство в течение 7-10 лет. Что же касается общественного транспорта, то губернатор очень рассчитывает на наведение порядка в управлении Рязанского троллейбуса. Внимание, повышенное. Тем более, что ежегодно на его обслуживание региональные власти перечисляют около полумиллиарда. Да и покупка новой техники для УРТ не за горами. Максим Васильев, телекомпания «Город». На днях президент предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей. Вот на сайте Кремля уже опубликован подписанный указ об этой господдержке. Вопросов не осталось, выплате точно быть. А вот кто ее получит и что для этого нужно сделать, разбирался Герман Гущин. Итак, главное на сегодня. Указ о единовременной выплате гражданам в 10 тысяч рублей президентам подписан. Деньги Минтруда обещают зачислить до 5 сентября. То есть тем, кто получает пенсию, например, 10 числа, эту сумму должны будут, по идее, совместить с основной выплатой. На которую могут рассчитывать, кстати, и работающие пенсионеры. Выплату в размере 10 тысяч рублей получают все пенсионеры, которые проживают на зарегистрированной территории Рязанской области и являются получателями пенсии или пособия в Пенсионном фонде Российской Федерации. Соответственно, вне зависимости от того, какой это пенсионер по инвалидности, по возрасту, по старости, все будут получать, если актуальное пенсионное дело у них, на 31 августа 2021 года. Далее. Из указанной суммы не могут производиться удержания на основании исполнительных документов. То есть эти деньги, как говорят в таких случаях, окрашены. И да, никаких справок собирать не нужно. Для того, чтобы получить эту выплату, не нужно писать никаких заявлений, все будет происходить в проактивном режиме. Понятно, что 10 тысяч для пенсионеров сумма приятная. У военных она больше, 15 тысяч. На что потратить, многие уже знают. Неужели не нужно? Конечно, нужно. Очень нужно. Куда потратить эти деньги, хоть примерно? Вообще на лекарства. Дорогие, да, сейчас лекарства? Сейчас очень дорогие лекарства. Очень дорогие. И поэтому мы еще переболели коронавирусом и продолжаем еще лечиться. В Рязанской области сегодня 367 тысяч пенсионеров. В стране больше 40 миллионов. В случае, если вдруг кто-то из них, не дай бог, умрет после 31 августа, до получения пенсии единовременной выплаты, эту помощь от государства смогут получить члены его семьи. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Тревожные новости пришли на этой неделе из Мордовии. Там большой сводный отряд МЧС работает на тушение пожара в местном заповеднике. В составе подразделения, напомним, есть и Рязанская аэромобильная группировка. Так вот, одна из групп спасателей едва не попала в огненное кольцо. Вот эти кадры пресс-службы МЧС России из Мордовского заповедника через соцсети и телеграм-каналы уже облетели весь мир. Героические парни из сводного отряда МЧС попали в окружение огненной стихии. 55 человек и 18 единиц техники. Внезапный ветер превратил пламя в верховой пожар и за считанные минуты отрезал от путей эвакуации. Но окруженные не сдавались. Было принято решение вырубить деревья по внутреннему кольцу. Во-первых, это было все молниеносно. Мы даже не поняли, как все это произошло. Во-вторых, огонь поднимался до кромки деревьев. То есть это подходило как снизу, так и сверху. Плюс высокая температура. Страшно было как за личный состав, так и за технику. Когда наступила ночь, деревья, которые уже высохшие после пожара 2010 года, начали подгорать снизу и стали падать. Это отдельный момент, который не забудется никогда. Падая дерево, издает очень большой грохот. И не видно в дыму, во всей этой каше огненной, не видно, куда оно падает. Это самое ужасное, потому что ты не понимаешь, что тебе делать, в какую сторону бежать. В итоге из окружения пожарным помогли выбраться встречные пожарно-спасательные отряды. Вместе бойцы проложили своеобразную дорогу жизни, по которой вывели и технику, и весь личный состав. Никто особо не пострадал. Мы связались с Михаилом Черковым по телефону, и он обрисовал нынешнюю ситуацию в заповеднике. В настоящее время ситуация стабильная. Угроз населенным пунктам сейчас в Новгородской области не угрожает. Тушение, к сожалению, тушение еще пока... Бронеры обрагаемые детства и мобильники они присутствуют. Да, поэтому тушение продолжается в круглосуточном режиме. Группировка собрана 20-100 человек и почти среди техники. Так что, все возможно, чтобы, как можно быстрее, ликвидировать пожар на первой мазовской области. В составе Всероссийского сводного отряда есть и парни из Рязани. Мы об этом уже сообщали. Специальная аэромобильная группировка МЧС, в составе которой 50 человек и 12 единиц техники. Конечно, первый вопрос, который задает себе каждый рязанец, а как там наши? Слава богу, Огненное кольцо до них не добралось. Рязанцы уже взяли под контроль большой сектор лесного массива. Вот, кстати, видео из их зоны дислокации. За время пожара в Мордовском заказнике, кстати, сгорело уже больше 100 гектаров леса. Задача Рязанской аэромобильной группы в составе сводного отряда, чтобы эти цифры больше не росли. Максим Васильев, телекомпания «Город». Крупный пожар случился на неделе на улице Черновицкой. Ночью загорелась кровля четырехэтажного жилого дома. На место прибыли 13 машин и 43 бойца личного состава главного управления МЧС Рязанской области. Общая площадь пожара составила 720 метров. Сообщение о возгорании на пульт МЧС поступило в 0.55. Первый пожарный расчет прибыл на место уже через 5 минут. На этих кадрах отчетливо виден масштаб. Огнем охвачена вся кровля четырехэтажки. По внешним признакам загорания кровли по всей площади был объявлен повышенный ранг пожара номер 2. В 2.01 была локализация пожара на площади 720 метров. В 2 часа 28 минут ликвидация открытого горения. В 3 часа 13 минут полная ликвидация. Крушению пожара привлекалось 8 единиц пожарной техники, 2 автолестницы. 40 человек лично состава. Страдавших нет. Эвакуировано 81 человек. Понятно, что версии пока не выдвигаются. Экспертное заключение должны сделать специалисты. Но не кажется ли вам, что огненный след слишком уж ровный? Создается впечатление, будто бы горючая жидкость разлилась по периметру здания. Крышу дома можно разделить на две части. Менее пострадавшие от пожара и более. Вот так она выглядит сейчас. В этой части, которую не пощадил пожар, остались только обгорелые деревяшки и изогнутый металл. В час ночи у нас загорелась крыша. Нас эвакуировали. И, в общем-то, до 4 часов утра происходило тушение пожара. А вот на ваш взгляд, из-за чего могла загореться эта крыша? У меня нет версии. Я даже не буду ничего предполагать. Какие-нибудь ремонтные работы были? Ремонтные работы были два года назад. То есть вариантов у меня нет. Так, но вы в своей квартире на каком этаже живете? Мы живем на четвертом этаже. Вы остаетесь, да, в квартире или будете уезжать? Ну, там есть возможность. Есть уже вода. Если там будет газ, например, и свет, то, в принципе, конечно, мы будем оставаться, да. Сегодня весь день люди решали, где жить дальше. Кто-то уехал к родственникам или друзьям. Кто-то остался в доме и продолжает разбирать последствия пожара. А кто-то воспользовался пунктом временного размещения, расположенный во дворце молодежи. Страшно было? Ну, страшно. Да как-то не страшно. Потому что народу много. А вы на каком этаже живете? Я на первом. А, да. Ну, до вас последствия пожара? Да, последствия дошел пожар, но залило. Квартира, конечно, много все залило. У кого потолок, отлетит, у кого чего не знаю. А дальнейшие теперь какие у вас действия? Что будет? Ну, какие будут? Будут ремонт делать. Обращаться куда-нибудь? Нет, комиссия приходила вчера. Проверили все, у кого, насколько, в общем, испорчено. Так что будут делать. Несколько лет назад провели капитальный ремонт дома. Отремонтировали и крышу, от которой сейчас не осталось фактически ничего. Возможно, в планах на капремонт городских зданий в этом году придется вносить коррективы. Герман Гущин, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В нескольких регионах России стартовали армейские международные игры. Рязань принимает у себя сразу три конкурса – десантный взвод, тактический стрелок и четвертый этап авиадарца. К нам прибыло более 60 самолетов и свыше 700 участников. Помимо лучших российских экипажей, свои силы также проверят летчики из Белоруссии и Китая. Торжественные открытия игр провели одновременно в Дягилево и в Рязани. Наверняка те, кто следит за выступлениями российских пилотов на авиадарце, знают, что наши парни сегодня образец для подражания летчикам всего мира. Поэтому победа в конкурсах воздушной навигации и техника пилотирования, кажется, выглядела вполне ожидаемо. Но на этот раз Ставропольчанин, вертолетчик Анатолий Трофимов на Ми-8, как раз в дисциплине техника пилотирования установил абсолютный рекорд за всю историю игр – 184 балла. В технических тонкостях задания может разобраться, наверное, только специалист, но посмотрите, как серьезен российский пилот, как будто он все еще на задании. На крайней точке выполняли пилотаж парой. В пилотаж входил горизонтальный полет парой в левом пилинге, далее левая восходящая спираль, левый пилинг, правая нисходящая спираль, после чего перестроение в правый пилинг, выполнение виража и далее выход из зоны. Все это выполнялось на время. После трех летных испытаний российская команда укрепила лидерство, выиграв этап «Воздушная разведка» во всех номинациях. За 12 минут летчикам предстояло в районе площади 50 квадратных километров без использования тех средств обнаружить пять целей-мишеней различной формы, размера и цвета. Наши обнаружили за меньшее время наибольшее количество целей. Экипажи из Республики Беларусь и Китайской Народной Республики в своих номинациях занимают промежуточные вторые и третьи места. Возможно, нашим восточным партнерам пока не хватает навыков управления новейшими моделями самолетов. Помните «Дзянь», «Юнь» и «Хун»? На открытии авиадарца именно о них говорил главный судья соревнований. Китайские летчики будут выступать впервые на самолетах «Дзянь-16Б». Самолет представляет собой, скорее всего, глубоко модернизированный самолет СУ-30МКК. Но двигатели свои, боеприпасы свои. Причем боеприпасы мы такие у них видим впервые. Мы не можем судить пока по персосным характеристикам. Кстати, судейство здесь довольно строгое. Во время полетного задания вертолетов арбитры оценивали не только навыки выполнения летчиками фигур пилотажа парой, но и точность выполнения каждой из фигур. Выдерживание параметров строя, установленных интервалов и дистанций между вертолетами. Так что мастерство здесь – главный залог успеха. Максим Васильев, телекомпания «Город» при содействии Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Рязанец Валерий Керченков моделированием храмов и малых архитектурных форм занимается с 12 лет. Вдохновение черпает из открытых журналов и фотографий. Его работы можно увидеть в больницах и детских садах Рязани. Он дарит их с большим удовольствием и рассчитывает когда-нибудь организовать выставку в музее или в храме. Валерий Керченков моделированием храмов и малых архитектурных форм занимается с 12 лет. Картон, клей, спички и глина для промазки окон. Вдохновение Валерий черпает из открыток, журналов и фотографий. Говорит, изготовление из картона и дерева уменьшенных копий зданий – очень трудоемкая работа. А уж тем более, если это храмы и монастыри. Ведь они славятся своими великолепными архитектурными элементами. Резные окна – величавые купола. Он, конечно, всегда старается быть скрупулезным. Но, как говорит сам Валерий, воссоздать каждый архитектурный элемент не всегда получается. Этот купол луковичный, вот такой вот, наши древнерусские церкви такие делают. Вот так вот я их и делаю. И вот из этого пластилина вылеплю. Там, конечно, вытачивают. Я смотрел в интернете из дерева, вытачивают их все. Очень красиво. В доме у Валерия несколько десятков зданий и всевозможных построек. Есть даже свой рязанский мини-кремль. К каждому своему творению он относится с большим трепетом и любовью. Мол, это не только время. Я вкладываю душу. Каждая мини-копия отличается от предыдущей. Мастер не пытается повторить оригинал в точности. Каждый раз он добавляет что-то свое. То есть, начиная вот с открытых, берешь немножко оттуда, немножко отсюда. Все это вот складывается в одно. Вот. И реально что-то получается у меня вот такое. Ну, то есть, в природе, фактически, мне кажется, нет таких этих церквей. Да, да. Вот, нету. А может и есть. Работы Валерия можно увидеть в больницах и детских садах Рязани. Он дарит их с большим удовольствием. И рассчитывает когда-нибудь организовать выступку в музее или храме. Помимо создания макетов, у него большая коллекция значков. Около пяти тысяч разнообразных видов. С изображением городов и событий. Разной датой и формой. Была маленькая коллекция, вот такая примерно была. Потом все это, ну, постепенно-постепенно. Вот. У меня уже стало не хватать. Я еще полотно одно это сделал. А потом думаю, дай-ка я все в одно единое. И вот в одно единое я сделал, у меня получился почти ковер. Такой вот, около пяти тысяч значков. Все только города России, Советского Союза бывшего. То есть, тематика только одна. А еще в его увлечении Валерию помогают внуки. Воодушевленно клеят вместе с дедушкой. Всякое интереснее, чем с гаджетами. Герман Гущин, Игорь Глотов. Телекомпания «Город». Также на этой неделе началось возрождение красоты и величия пруда Серая Шейка в Дашково-Песочне по многочисленным просьбам жителей. Специальная бригада на водных экскаваторах уже приступила к очистке дна. Пруд Серая Шейка для жителей Дашково-Песочне – место знаковое. Когда-то эта красота в самом центре многоквартирных джунглей радовала глаз рязанцев. Но сегодня водоем зарастает камышом. Скопилось много тины. Плановая очистка от дирекции благоустройства города стала ярким ответом на все обращения граждан. Нужно сказать, что этот водоем мы чистили в 2013 году таким же способом – плавающими экскаваторами. Это наиболее оптимальный или бюджетный вариант – почистить пруд от болотной растительности. С 2013 года, лет 5-6, он находился в удовлетворительном состоянии. И вот уже по прошествии 7 лет начал по краям прорастать камыш и другая болотная растительность. И поэтому вот эти работы необходимо было опять провести. Сейчас здесь работает бригада из шести человек на двух плавающих понтонных экскаваторах. На очереди соседний пруд, где обитают черепахи. Их фотографии в соцсетях уже вызвали бурю положительных эмоций. В дирекции благоустройства о них тоже думают в первую очередь. Черепахи у нас живут выше на пруду. Это каскад нескольких прудов. И вот пруд, на которой выше, он находится в заболоченном состоянии. Он такой, там много ила, толстый слой, много камыша. И да, у нас тоже есть обращение почистить этот пруд. Вот мы ровно по этой причине не приступаем его чистить ни экскаваторами, ни земснарядами. Только из-за черепах, потому что им вот это навредит. Со дна водоема уже вывезли 200 кубометров ила. Вдвое больше обещают поднять за эту и следующую неделю. После очистки берегов серой шейки их засеют газонной травой. Ангелина Никитина, Станислав Кудрышов, телекомпания «Город». Последняя неделя августа – время не только подводить итоги самых ярких запоминающихся моментов лета, но и время собирать урожай. Ягодный сезон подходит к концу, а Герман Гущин вдогонку расскажет о незаменимой пользе даров леса и сада. Особенно в преддверии долгой зимы. Конец лета, начало осени – время восполнять запасы витаминов. Обычно мы запасаемся фруктами и ягодами впрок. У каждого при этом свой способ. Кто-то заготавливает множество закруток с джемом и вареньем, кто-то сушит ягоды или делает компот. Ну а кто-то, как утверждают диетологи, идет самым правильным путем и наслаждается вкусом замороженных ягод. Это верный способ сохранить витамины и вкусовые качества. Для поддержания и укрепления иммунитета в нашем рационе должны присутствовать все витамины и микроэлементы. Любые дефицитные состояния могут нехорошо отразиться на защитных силах организма. Поэтому рациону рекомендуется разнообразить ассортиментом ягод в зависимости от сезонности и их доступности. Август – самый богатый на урожай фруктов и ягод. Именно сейчас в садах поспевают сливы, яблоки, груши, ежевика и ранний виноград. Совсем скоро можно будет отправляться и за облепихой. Она полезна при гриппе и различных простудах. Она укрепляет иммунную систему, лечит сердечные заболевания, выводит шлаки, улучшает память и укрепляет нервную систему. А еще она незаменима при депрессии. В облепихе содержится большое количество фитостеринов, которые защищают от всасывания холестерина в кишечнике. В большом количестве присутствует ненасыщенная жирная кислота омега-3. Это незаменимое вещество, которое поступает к нам в организм, только с немногими источниками пищи. В основном это дикая рыба, оливковое масло, а также облепиха. Употребление замороженных ягод – это прекрасная возможность пополнить запасы витаминов не только летом, когда на прилавках изобилие свежих плодов, но и во время осеннего и весеннего авитаминоза. Диетологи этот способ рекомендуют настоятельно. Герман Гущин, телекомпания «Город». В Рязанском театре «Драма» продолжается капитальный ремонт. Сейчас ведутся работы на входной группе, здании. Попасть в кассовую зону возможности нет. Функционирует только служебный вход. Тем не менее, на сайте уже можно ознакомиться с репертуаром и приобрести билеты на спектакли второй половины 2021 года. В театре сейчас одновременно происходит много событий. В театре идет ремонт, ремонт реставрационной работы. И практически во всех помещениях театра что-то да происходит. И в то же время мы не прекращаем свою основную деятельность. Спектакль, конечно, мы не показываем, но репетируем. Много, много, много репетируем. Несколько спектаклей сразу. В спектакль «Бенефис» народной артистки России Людмилы Прокопьевны Коршунова и Голливуд крупным планом. О нем подробно рассказывала сама артистка в рамках программы «Городские встречи». Премьера запланирована на 17 сентября. О другом спектакле «Я танцую как дебил» по пьесе рязанского драматурга Игоря Витренко нашей телекомпании также рассказывали от первого лица режиссера Арсений Кудря и сам драматург. Премьера состоится 13 октября. Не обойдется и без классики. Режиссер Дмитрий Акриш ставит спектакль по пьесе Антона Павловича Чехова «Иванов». Премьеру ожидаем к 4 ноября. С 22 по 26 сентября театр приглашает на большие гастроли Брянского театра драмы имени Толстого. Это гастроли, которые организованы Росконцертом, которые стоят в плане, в большом гастрольном плане Министерства культуры России. Мы будем в этот раз обмениваться с Брянским театром. Не первый раз уже участвуем. Мы были уже в Томске по этой программе, в Архангельске. И в этот раз коллеги из Брянска приедут к нам, а мы поедем к ним. В рамках больших гастролей на сцене Рязанского театра драмы пройдут спектакли «Поминальная молитва», «Маугли», «Любовь в стиле барокко», «Тетки», «Боинг», «Люди добрые». А также с 15 по 21 ноября состоится шестой международный ежегодный фестиваль спектакля о любви «Свидание на театральной», на который уже изъявили желание приехать театральные коллективы из Индонезии, Нижнего Тагила, Великого Новгорода, Мичуринска, Липецка, Москвы, Лысевы, Санкт-Петербурга. Несмотря на ремонт входной группы, билеты на спектакли предстоящего сезона уже можно приобретать. Помимо билетов, мы, знаете, сейчас запустили такой вариант покупки, приобретения, как подарочный сертификат. На одну тысячу, на три тысячи человек может провести сертификат и потом выкупить билеты на этот сертификат. Приобрести и забронировать сертификаты и билеты можно онлайн. А для тех зрителей, которые предпочитают совершать покупку непосредственно в касте театра, есть возможность забронировать билеты на свое имя, позвонив по телефону 8 4 912 45 15 58 с понедельника по пятницу с 11 до 17 часов. На этом у меня все. Больше новостей можно увидеть на сайте телекомпании и в социальных сетях. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»